Отличительная особенность наших видео состоит в том, что подавляющее большинство роликов составляется, исходя из ваших пожеланий. Так что сейчас тебя ждет ожесточенная схватка двух лучших соусов в мире. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня у нас батл кетчупа против майонеза. Раунд один. Вред. Или польза это, с какой стороны подойти к вопросу. Здесь можешь смело звать свою бабушку, которая расскажет тебе сплошной химии, составляющая снова что кетчупа, что майонеза. Действительно, в обоих соусах есть куча страшных и непонятных слов, но это не значит, что они все плохие. Возьмем кетчуп, который пока что еще производит не с туалетной бумаги, как колбасу в городских страшилках, а с томатов. В состав помидорок входит ликопин, мощнейший антиоксидант и... Влияет на уменьшение риска опухолей предстательной железы у мужчин. Ликопин лучше усваивается в переработанном виде, следовательно, томатная паста в этом смысле предпочтительнее свежих помидоров. Так что в разумных количествах кетчуп даже полезен. Главный его минус заключается в содержании сахара, так что его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Но опять же, если соусом не злоупотреблять, то имеющееся содержание сахара абсолютно безобидно. 24 грамма, смотрите. Майонез же отличается довольно высоким содержанием витамина Е, который способствует омоложению клеток твоего без того молодого организма. Но о будущем ведь нужно думать уже сейчас, правильно? Однако этот плюсик перечеркивается нереальной калорийностью белого соуса. Прикинь, в его 100 граммах содержится треть суточной нормы калорий для взрослого человека. Понятно, что никто не жрет майонез по 100 граммов на день. Но тем не менее, 625 килокалорий мазика против сотню кетчупа кажется колоссальной разницей. Тем более, что майонез часто играет роль основного ингредиента блюд, и в количественном соотношении его съедают больше, чем кетчупа. Некоторые производители хитрят и вместо соуса с традиционным составом выпускают легкий майонез с меньшим количеством жира. Да, калорий в нем действительно меньше, но какой ценой достигается результат? Вместо тяжелого, но естественного сочетания ингредиентов, появляется облегченный во много раз более насыщенный промышленной химией продукт. Особую опасность представляют собой трансжиры или модифицированные растительные жиры, которые не подвергаются расщеплению в организме человека, и поэтому гораздо быстрее накапливаются в форме подкожного жира. Результат – болезни сердца и сосудов, частая дышка, усталость, нарушение пищеварительной системы, ожирение. Но и это еще не все. Если бы мы говорили о домашних кетчупах и майонезах, то, в принципе, тут все нормально. Но у нас же речь о промышленных соусах. Главная угроза исходит от бесчисленного множества ешек, то есть добавок. В отдельных майонезах есть и такие, которые могут чуть ли не в гроб загнать, если использовать соус при запекании продуктов. Жуть одним словом. Полный бить! Теперь представь, как эта термоядерная хрень уничтожает твой желудок. Промышленный кетчуп тоже далеко не безвредный продукт, особенно если мы говорим о дешевых соусах, имеющих в своем составе некачественные компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции и обострение заболеваний ЖКТ. Но это мизер по сравнению с ядерными свойствами промышленного майонеза. А ведь именно промышленные соусы мы в основном и едим. Так что кетчуп 1 балл, майонез 0 баллов. Раунд 2. Широта применения. Вот и обещанное блюдо, точнее роль наших сегодняшних конкурентов в их приготовлении. Майонез, как мы уже сказали, часто используется в качестве основного ингредиента, реже просто как приятная добавка. Можно назвать кучу салатов, где фигурирует данное чудо кулинарии родом из Франции. Это салат из крабовых палочек, это мимоза, это селедка под шубой и, конечно же, обязательный новогодний атрибут оливье. А многие, походу, принципиально едят майонез вместо сметаны. Его бросают в борщ и с ним едят пельмени. Чего греха таить, я и сам иногда люблю навернуть пельмешки именно с майонезом. Да-да, я сейчас, ох, я наверну сейчас, эх. Из него даже делают всякие косметологические штуки, вроде масок для лица и кондиционеров для волос. Народная медицина рекомендует использовать майонез в качестве средства для лечения солнечных ожогов. Короче, сфера применения майонеза зависит исключительно от твоего больного воображения и умения пользоваться куглом. А чего же нельзя представить без кетчупа? Ну разве что шашлыки и все. Но как часто ты их ешь? Раза два в год, может быть три. Вот так, навскидку, ни мы, ни подписчики нашего паблика не смогли назвать огромное количество блюд, приготовление которых не может обойтись без кетчупа. Если только пицца и паста, итальянская вермишель на языке пролетариев, да и все, шавуха, так она и без мазика не может обойтись. Единственное, что в боевиках и ужастиках кетчуп почти идеально, как для киношки с бюджетом в три копейки, заменяет кровь. В общем, по части широты применения огромное преимущество имеет майонез, благодаря чему счет становится равным. Кетчуп – один балл, майонез – один балл. Раунд три. Вкусы. Положа руку на сердце, ты когда-нибудь парился над тем, чтобы выбирать вкус майонеза. Мазик и мазик, что тут думать? Я лично только при подготовке этого сценария узнал, что есть оливковый сметанный и с маслом авокадо. Серьезно? Этого не может быть. Это вообще кого-нибудь интересует? А вот кетчуп, точнее его вкус, дело тонкое. Есть шашлычный, который сам понимаешь, к чему подходит. Есть адово-острый чили, создающий идеальный вкусовой ансамбль с сосиской и морковой по-корейски в хот-догах. Есть также классический томатный, который отлично сочетается с любым гарниром. В случае с кетчупом вкус реально играет роль, потому что если ты будешь наворачивать мяско с хорошим шашлычным кетчупом, полнота вкуса раскроется максимально, особенно если сравнивать с обычным аналогом. От себя могу посоветовать кетчупы с кусочками овощей, например, с болгарским перцем. Это чудо не испортит ни одно блюдо. Но последнее слово все же осталось за экспертами высокой кухни нашего паблика, большинство из которых майонезу предпочитают кетчуп. И именно поэтому результат сегодняшней схватки кетчуп 2 балла, майонез 1 балл. А что выберешь ты, если придется взять что-то одно? Или соединишь все и сразу, чтобы сделать кетчунез? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые горячие батлы Ютуба. Ну и на паблик подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся и проводим подобное голосование.